Сегодня Цивильск без Тихвинского монастыря В 1671 году, 1 октября по старому стилю, к городу Цивильску подошли казаки, сообщники Сеньки-Разин. То есть это разбойники, которые грабили города, деревни Сеом. К ним еще присоединены с возмущенной Чуваши. Всего нападавших было 6 тысяч человек. От Цивильска, когда был небольшой городок, военный городок, человек 500 в нем проживало, но собор, уже Троицкий собор, у них был свой храм. И вот на протяжении двух недель Цивильяне защищались с 1 октября по 17 октября. В течение этого времени у них закончилась пища, порох, нечего кушать, нечем обороняться. И Цивильяне решили тайно ночью убежать всем городом Чебоксары. И вот накануне этого решения уйти всем городом Чебоксары, местная вдовая Леония Васильевна молилась в Троицком соборе перед Тихинской иконой. Наша икона, это список 100 иконы. И ей было видение, то есть ей явилась сама Царица Небесная. Царица Небесная сказала, передать Цивильян, бежать никуда не нужно, я защищу ваш город, но вы должны построить монастырь. Очень точно указала место между Большим и Малым Цивильем, возле Стрелецкого луга на болотистом местности. Стрелецкий луг, это где как раз сегодня открывается Тихинская ярмарка, знаменитая Стрелецкая ярмарка. И Леония Васильевна рассказала в видении просьбу Стреллянам, священнику. Они взяли хорубь и иконы, вышли из города и увидели такое чудо. Вот этих нападавших 6 тысяч человек, разбойников, которые расположились лагерем вокруг монастыря, Господь ослепил. И в этой слепоте они, не видя, даже друг друга убивали. Может быть, это была духовная слепота, мы не знаем, какая слепота. Но слепота такая, что они друг друга убивали. И цивильяне видят это чудо, многих перебили, многие бежали. Матерь Божье видение указала точно место и сказала сделать копию с моей иконой Тихинской и поместить в монастыре. Самое главное. И через 4 года, в 1675 году, справа с вторым между нашим храмом и собором, примерно на том месте, был построен первый деревянный храм и назван в честь Вознесения Господня Вознесенским. Обитательницы Тихвинского монастыря считают, что место для будущей обители указала сама Богородица. Кстати, строился он как Вознесенский. И лишь когда сюда был перенесен список с Тихвинской иконы Божьей Матери, стал называться Тихвинским. Как только образовался Мужский монастырь, сразу же было сыном священника с Беловежской пустыни. Написана копия с Тихвинской иконы и принесена в наш монастырь. То есть нашей главной чудотворной иконе Тихвинской столько же лет, сколько и нашему монастырю 342 года. Это наша главная святыня. Раньше на Руси было принято возить иконы по городам, деревням, селам, служить молебникам. Наша икона тоже была месяц в Казани, месяц в Симбирске, сейчас это Ульяновск. Ее тоже носили монахи. Изначально монастырь был мужским и довольно маленьким. Жили здесь 10-12 человек. Например, в 1785 году в описании города Цивильска указывалось, при конце населения города монастырь Мужеской Каменной, именуемый Тихвинской. На состроение употребляемое иждивение от подателей, дворян и от общества граждан Цивильских. Монастырь сей не числится в штате. В нем строитель монахов шесть. Пропитываются от подаяниев. Пресвятая Богородица, спаси нас! Благодетели, родшие, добрых и новых, благодеяния, богатства, все выстощие. Всего мужа, шекоси, нога в крепости, хреста, руши, богоблаженна. Пресвятая Богородица, спаси нас! Лютыми недуги, болезненными, стрессминистей, сайма, дьявотами, помозим. К концу 19 века монастырь окончательно захерел, и архиепископ Казанский даже предлагал его закрыть. Однако цивиля не вступились. Монастырь преобразовали в женский, тихвинский, богородицкий. И начали отстраивать заново. За счет купцов. Никитина из Казани, Мальцева из Москвы и Ефремова из Чебоксар. Были отремонтированы настоятельские покои, кельи, помещения школы и богодельни. А на месте Вознесенской церкви появился собор Тихвинской иконы Божьей Матери, самый большой в Чувашии. В начале 20 века монастырь имел пашни, леса, рыбные угодья, скит, мельницу в Свияжском уезде, два деревянных дома с надворными постройками в Цивильске и два доходных каменных дома в Казани. Жили в монастыре около 250 человек. В 1925 году пришли сюда в монастырь коммунисты. Что они сделали? Сестер выгнали, сестры наши сидели в салаках, тюрьмах. В мордовских лагерях за веру пострадали. Здесь в соборе купола, башни, кресты сняли, окна замазали вот эти длинные. Вырезали 42 окна, сделали трехэтажное здание. Здесь во время закрытия в соборе была воинская часть, детдомосы, госпиталь. Профучилищи последний год и швейники жили. Подобную участь постигло большинство российских монастырей и храмов. Огромный ущерб был нанесен историческому и культурному наследию. Предметы церковной утвари расхищались, сами здания, памятники архитектуры разрушались. Но куда тяжелее было пережить удар по духовности. Верующие лишились множества своих святынь. Впрочем, не всех. Чудотворные иконы из Тихвинского монастыря уцелели. Это икона Страстная, спаситель. Это икона до 1925 года здесь, в соборе, находилась. Ей молились. Икона чудотворная. Когда монастырь закрыли, монахинь выгнали, то монахиню эту икону отдали в Канаше. Она хранилась верующими, пряталась. И в прошлом году нам ее вернули, эту икону. Икона Страстная. Видите, на ней изображен спаситель в терном венке, с руками связанными в темнице. В 1997 году монастырь был возвращен верующим. Практически сразу же началось его восстановление. Спустя год он открылся для прихожан. На местнице стала игуменья Агния, а после ее кончины – игуменья Нина. С ней повидаться нам не удалось. Восстановление монастыря продолжается и по сей день. К тому же 9 июля в монастыре престольный праздник – День Тихвинской иконы Божьей Матери. Так что дело у матушки не в проворот. А вот у сестры Валентины такое послушание – водить по монастырю экскурсии и отвечать на вопросы докучливых журналистов и паломников. Делает она это обстоятельно и доброжелательно. И отчасти поэтому в монастырь приезжают с такой охотой. Укрепи в нас правую веру, возложи в сердца наше дух страха Божий, дух благочестия, дух смирения, терпения и любви. Господи помилуй, Господи помилуй. Субтитры подогнал «Симон»! Мы ездим группами из Перми по святым местам. Мимо Цивильской мы никогда не можем проехать. Всем очень нравится монастырь. Сюда заходишь как в рай. То есть это вот на нашем пути первая остановка обычно бывает. И когда мы попадаем на службу, с удовольствием стоим на службе. И по монастырю люди ходят. Потом просто по одному приходится их вылавливать и просить, заходите в автобус. Потому что они чувствуют благодать Божию и не могут оторваться от нее. Монастырь очень благодатный. И молитвы всегда помогают людям. С удовольствием сюда заезжаем. Людям нравится. Промысл Божий о каждом человеке особый. Вот знаете, как солнышко, от него лучики идут. Да, сколько лучей. Каждый от лучика отстает в сторонке. Да, так и человек. Он каждый идет своим путем к Богу. Каждый Господь ведет. Так и монастырь. Кто-то из-за скорбей. Кто-то уже устал от жизни просто. Хочет спокойствия. Хотя здесь тоже не сказать, что спокойствие. Потому что это духовный, как институт. Самый высокий институт над всеми институтами. Потому что мы здесь боремся со своими страстями. То есть здесь постоянно идет борьба с бесом, со своими страстями. Вот очень трудно тоже бывает. Но и Господь утешает многое благодать, чтобы человек только не ушел и держался в это место спасительного. Приходит так. Знаю, сестра, которая 9 или 10 лет, и приемла маму сюда. Ей так понравилось. Она с криком, не уйду, ее не могла забрать мать. Я говорю, у меня огня тогда была еще жива. Она сказала, пусть останется на какое-то время. Потом приедете, соберете. И эта мать умирает. А девочка остается в нашем монастыре. Сейчас она на клиросе поет уже. То есть даже таким способом Господь приводит. Любыми путьями. Мы не знаем, какими путьями. Господь сказал, не вы меня избрали, а я вас избрал. Монашество призывает Господь. Настоящий монах, я прочитала где-то в Святых Отцов, один на две-три тысячи. Настоящий монах. Это очень редко. Это как, знаете, жертва от общества Богу. Господь призывает, берет жертву. И эта жертва милостивляет Бога о людях. В начале июля к паломникам и туристам присоединяются участники традиционной Тихвинской ярмарки. Как минимум 300 лет проводится она на лугу перед монастырем. Хотя многие считают, что торжище возникло даже раньше. Ведь Цивильск-то старше монастыря. К сожалению, документальных источников за тот период не сохранилось. А вот в более поздних, примерно 19 века, нужно узнать много интересного. Там были документы по продаже продуктов, которые были на ярмарке. И первое, что сильно бросилось в глаза, что не продавался чай, заварка. Что, наверное, в Чувашии тогда вообще не пили. Ну, не было еще привычки пить чай. Что все продукты, крупы, хлеб, все продавался. И вот про эти лавки прямо пишут, какие были лавки и печатной продукции. То есть это больше было так, как бы с монастырем связано. Такие были лавки. Потом были и деревянные изделия. То есть и обязательно продукты были. И что чай не продавался. Что те купцы, которые привезли чай, они в первые годы сильно прогорали. Как скажем, вот так вот. Цивиляне все-таки утверждает и есть, как сказать, напечатанные документы, что первый раз цивиляне увидели кино. В 1910 году в Балагане на Цивильской Тихвинской ярмарке было показано кино. Но об этом цивиляне, да, тоже утверждает, что такой факт тоже был. Для проведения ярмарки создавался специальный комитет. Из его отчета в 1908 году следует, что торговцу платили в цивильскую городскую казну более 2000 рублей. Очень приличные по тем временам деньги. Интересно, что и в советские коды, несмотря на то, что частная торговля категорически не приветствовалась, Тихвинская ярмарка раз в год в начале июля неизменно открывала торговые ряды и балаганы. Это было одним из главных событий светской жизни. Вот этот наш тихий такой городок, он превращался в такой шумный город большой. Со всех сторон сюда шли люди. Вот и очень хорошо помню вот эти повозки, лошадиные повозки с утра, с раннего утра. Они же ведь еще ночью, наверное, отправлялись-то в путь. И вот по городу скрипели вот эти телеги. Даже поговорка же не смазанная, как телега. Вот так вот это скрипели. Вот это помню очень хорошо. И наполнялся шумом город наш Цивильск в ярмарочные дни. Это сейчас на лугу тихо и лениво. А в дни ярмарки, как по мгновению волшебной палочки, все преображается. Сколько лет, точнее сотен лет располагается она на этом месте, никто точно не знает. Но поговаривают еще до того, как появился Тихвинский монастырь. Впрочем, проверить это никак нельзя. А вот то, что ярмарка была самым долгожданным праздником, это известный факт. Я родилась в этот день. Да? Да. 4 июля 1951 года. И редкие годы были такие, чтобы не попадала вот эта ярмарка в мой день рождения. В основном ярмарка проходила в мой день рождения. Поэтому у меня самые яркие впечатления. Я его ждала с нетерпением. Потому что были подарки. Были подарки. Подружки приходили, собирались. Ну и родственники собирались. И ярмарку мы посещали каждый год. Были качели. Ой, карусели. Три карусели. Если появится, ну, какой-то рубль, это была радость. Для нас была эта ярмарка полностью. Мы были обеспечены всем. Там были и эти игрушки мы могли купить. И петушки. И кататься на карусели. Слава о Тихвинской ярмарке разошлась по всему Поволжью. Из Нижнего Новгорода, ярмарочной столицы. И то приезжали в Цивильск. А уж в ближайших районах все знали, что такое ярмарка. И ждали ее начала весь год. Наша старая знакомая Юлия Пантелеймоновна рассказывала, что именно по большой дороге и ездили из Отлашево в Цивильск. Еще интереснее было. Да. Почему? Чем интереснее? Не знаю. Вот маленькие были, поэтому, наверное. Петушок тоже. И это колесо так шип-шип-шип-шип сделал. Как бегаешь, делкаешь. Приезжали, клоуны приезжали. Из Чивоксар даже приезжали. Мы какие-то, ну, покорочек театр поставили. Шульбе варили кругом по берегу из деревни. Из колхоза приехали. Варили, продавали. И мясо еще, все. Весело было. Корущели несколько штук было. Какие? Самодельные. Из деревьев лагеря. Один держал. Два-три, что ли, корущели. Еще привез. Красиво делали. Сам играл на гармошке. Музыку. А, мы бегали. Сегодня Тихвинская ярмарка – одно из самых ярких событий в нашем календаре. Монахини к такому соседству уже привыкли. Хотя ярмарочные дни приходятся на Петровский пост. А для православных пост, как известно, время молитв и раздумий. Но никак не увеселений. Все о спасении, конечно. Приходится смиряться, терпеть. Тоже надо. Зато люди приходят, хоть кто-то мимо не пройдет, монастыря зайдет, поставит свечу, помолится. Это уже человек во спасение. Понимаете? То есть это, как говорится, с каждого зла или чего-то Господь всегда доброе делает. Приводит к доброму. Люди идут во время поста, конечно, никакой бы не увеселений, ничего бы нежелательно, не пить, не танцевать. Но, слава Богу, что они заходят сюда, вспоминают Бога и молятся, ставят свечи. Впрочем, в Тихвинском монастыре никогда не бывает пусто. Даже в будние дни на службы достаточно народу. Люди, живущие вблизи монастырей и храмов, как правило, более верующие. Хотя здешний обитель любима не только цивилинами. Много слышала об этом монастыре. И после поездки первый раз сюда впечатлилась тем, что здесь очень душевно, очень спокойно. Ну, как нигде. Мы объездили много монастырей, много церквей, много храмов. Но здесь понравилось больше всего. Вот честно, да. Вот атмосфера, уют, отношения. Все понравилось. Хочется вновь и вновь. И вот каждый раз, когда будем ездить в Канаш, будем заезжать сюда обязательно. Да поменен Господь Бог во Царстве Своем, всегда, но не пресно и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы, весь священнический и монашеский чин и притча церковной, и всечестной Матери Нашу, настоятельницей гуменианима, сестры и святой обители сия, вас и всех православных христиан. Да поменен Господь Бог во Царстве Своем, всегда, но не пресно и во веки веков. Когда мы приезжаем на ярмарку, всегда заходим в этот монастырь. Нам очень все нравится, очень все здесь красиво. Мы просто любуемся, как все красиво сделано. И нам приятно сюда приходить. И заходим всегда в монастырь, ставим свечи за упокой и за здание. Духовность какая-то есть, чувствуется, вот прям одухотворенность, вот хочется. Ага, очень хочется. И вот такая надпись, вот это я хочу. Вот смотрите. Я свет, а вы не видите меня. Я путь, а вы не следуете за мной. Я истина, а вы не верите мне. Я жизнь, а вы не ищете меня. Я учитель, а вы не слушаете меня. Я Господь, а вы не повинуетесь мне. Я ваш Бог, а вы не молитесь мне. Я ваш лучший друг, а вы не любите меня. Если вы несчастны, то не вините меня. ПЕСНЯ Причастники, причастницы, выслушайте благодарственные молитвы по святому причащению. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе!